В ноябрьске 250 спортсменов разыграли Кубок Севера. В городе прошли традиционные соревнования по кёку-синкай-карате. В этом году турнир впервые стал региональным. За поединками следила съемочная группа наших коллег. Даже если на татами старые друзья, бой зрелищности не теряет. Аслан Баймуратов и Евгений Пих – обладатели коричневых поясов. У каждого десятки наград. И от каждого удара зал взрывается. В итоге победа за Баймуратовым. Такое бывает постоянно. Мы хоть и друзья, но с разных городов, с разных клубов. Поэтому спортивная составляющая присутствует. А так и дружим. Для Аслана карате дело семейное. Сейчас спортсмен планирует продолжить династию. Так же, как и мама стать тренером. Турнир очень конкурентный, очень интересный и непредсказуемый финал. Я напомню, что итогом этого турнира станет вручение переходящего кубка командного. Два года подряд нам удавалось его забрать. Я не знаю, как будет в этот раз. Доказать мастерство приехали 250 каратистов. Разные школы, разный уровень подготовки. Но спрос серьезный. Я много раз уже ездил на соревнования. В Оркутус, Рихард. Ну вот, Таркас-Олене давно ездили, второй занял. У меня семь первых мест и три вторых. А нет, сейчас уже восемь. В Тюмени много школ. Но лично моего мнения, что две школы очень сильные. И сегодня одна из них тут. Полоса препятствий для начинающих спортсменов. Ангелине Корневой девять. Каждый этап старается пройти быстро и качественно. Но слегка подвели поролоновые тумбы. Ну, они очень высокие, но я же маленькая. Танцую я просто не люблю. Я просто хочу за себя заступаться и защищать свою сестру. Ну и брата. Я хочу за себя постоять, за других постоять. Ну, вот маленьких детей будут обижать, но я постою за других. В этом году соревнования впервые стали региональными. Итоги следующие. Первое место в командном зачете осталось за ноябрьском. Серебро у нового Уренгоя. И бронзу взяла Оксарка. Юлия Левачева, Алексей Дмитриенко. Ноябрьск, 24.